Первые выделенные полосы для общественного транспорта ввели на кольце центральных улиц Владивостока, переулке Павленко, Алиутской, Светланской и Океанском проспекте. Общая протяжённость выделенки составляет порядка двух с половиной километров. Как рассказали в Центре организации дорожного движения Владивостока, перед принятием решения о необходимости ввода в центре выделенных полос были проведены масштабные исследования всей транспортной инфраструктуры города. Уже сейчас общественный транспорт стал ехать быстрее. Среднее время проезда в часы пик на участках выделенных полос для автобусов сократится на 6-8 минут. Проделанную работу оценили и пассажиры автобусов, и их водители. Утром, час пик и вечером. Встали намного быстрее двигаться без пробок, люди успевают, всё идёт по плану. Да, очень удобно, мне нравится. Вы знаете, вот сейчас стою и смотрю, первый раз вижу, а что я думаю, наверное, удобно будет. Выделенные полосы помогают водителям быстрее ехать, а мне быстрее добраться до местного назначения. Выделенные полосы, все города, которые мы сейчас считаем по праву комфортными, которые летаем в отпуск, восхищаемся ими, они проходили через вот это, через выделенные полосы, через организацию системы общественного транспорта автомобильного и отхода от гиперавтомобилизации. Поэтому выделенные полосы, так или иначе, это мера, которая должна произойти. Она по-хорошему должна произойти ещё лет 10 назад, но произошла сейчас, и понятно, что сейчас смена любых норм вызывает отторжение. У многих люди привыкли так, машин действительно много, и это проблема, с которой что-то надо делать. Чем больше автомобилистов, тем хуже автомобилистам. Я сам автомобилист, и для меня это большая проблема, что нас много. Это надо как-то упорядочить, в том числе и через вот такие инструменты. Это приоритет, больше людей провозит общественный транспорт в отличие от автомобилей, соответственно, приоритеты мы должны смещать на него.